12 декабря мы стали свидетелями очередной грязной провокации, учиненной бакинскими бандами на стратегической трассе Степанакерт-Горис. Я предлагаю разобраться в том, что или кто движет бакинскими бандами в данной истории, и чего они на самом деле хотят от Арцаха. После окончания бакинско-турецкой агрессии 2020 года, мои собеседники с удивлением говорили о том, что золотые рудники на территории Арцаха никоим образом не пострадали от бомбежек. Ни один снаряд не упал на эти заводы, которые находятся в Мартокерцком районе, и на которые сегодня претендует бакинский мини-султан. Кто является заказчиком? Понятно, что Алиев исполнитель. Но кто заказывает музыку? Здесь нетрудно догадаться, поскольку две компании на территории бакинского мини-султаната, это Азири Голд и англо-азиатская майнинговая компания, эти две компании принадлежат британцам, которые владеют совокупно более 80% акций данных обществ. И Алиев, судя по всему, пытается передать под их прямой контроль золотые рудники Арцаха. Цель Алиева понятна. Это деньги. Но не только деньги. Он хочет лишить своего противника, армянский народ, живущий в Арцахе, поступлений в бюджет. Чтобы ухудшить социально-экономическое положение в самом Арцахе. И способствовать, соответственно, оттоку людей из Арцаха. Теперь, на фоне всей этой ситуации, российский воинский контингент в Арцахе встал перед выбором. Либо российский контингент поможет армянам сохранить контроль над жизненно важной транспортной артерией. А также сохранить контроль над золотыми рудниками. Благодаря которым в большей степени сегодня пополняется бюджет Арцаха. Либо российский воинский контингент ничего не предпримет. И британцы руками бакинских банд возьмут под контроль рудники золота. То есть пора определиться. Либо российский воинский контингент исполняет свои обязательства. Которые были прописаны в разного рода документах. Либо армяне, в данном случае армянский правящий класс. И армяне, живущие как в Арцахе, так и в Армении. Должны через своих властей Обратиться к странам Минской группы ОБСЕ. Я имею ввиду странам-председательницам. К Соединенным Штатам и Франции. С требованиями расширить международный контингент. За счет французских военнослужащих и американских военнослужащих. Дабы гарантировать мир и безопасность армянского народа. Перед лицом этнических чисток. Которыми славится бакинский мини-султанат. То есть пора уже предпринять решительные действия. Если Россия не справляется. Если Россия не может приструдить бакинские банды. То соответственно Россия должна поделиться властью. С американцами и французами. Дабы совместными усилиями. Если уж Россия по каким-то причинам не хочет вмешиваться. И не хочет провоцировать конфликт с бакинскими бандами. То тогда совместными усилиями надо решать этот вопрос. Вместе с американцами и французами. Это оптимальное предложение. И напоследок я хотел бы сказать пару слов. Относительно всей этой ситуации. Поскольку она является поучительной для армянского народа. Но в большей степени она является поучительной для армянского правящего класса. Почему сегодня бакинские фашисты претендуют на золото Арцаха. Потому что на протяжении десятилетий это золото, которое добывалось мультимиллионерами из числа армян. Оно далеко не всегда, я бы сказал, практически не попадало в карманы простых трудяк. Которые жили на своей земле. Которые растили своих детей на своей земле. То есть вы эти деньги клали в свои собственные карманы. И не давали народу обрести благосостояние. И теперь бакинские банды хотят отобрать у вас то, чем вы не хотели делиться сами со своим собственным народом. То есть мораль такова. Если у тебя есть чего-то в избытке, не жалей на свой народ. Не надо жучить деньги. Поделись со своим ближним. И тогда завтра враг не будет у тебя требовать того, чем ты так сильно дорожишь. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. ДimaTorzok. ДimaTorzok.